Я тут досматриваю последний сезон старого Топ Гира, и его добрался до того эпизода, где они обозревали Ламборгини Хуракан. И они показывали все эти кинематографические красивые клипы, где она летает по их трассе, преследуемая вертолетом, и это выглядит потрясающе. Но они не показали вам все крутые фишки и необычные особенности Хуракана, о которых вы бы не узнали, если бы не провели некоторое время с ней. Так что сегодня я прилетел в Атланту, штат Джорджия, чтобы отложить этот Хуракан у зрителя, чтобы это сделать. Я покажу все ее странные особенности и крутые фишки, а потом я на ней прокачусь, потому что это как раз то, чем я занимаюсь. Одна из самых необычных фишек Хуракана, которую сразу не замечаешь, но со временем начинаешь понимать, так это то, что в этой машине все имеет шесть сторон. Думаете, я преувеличиваю? Нет, все в этой машине шестистороннее, шестиугольное. Давайте я покажу вам. На колесах. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ручки двери. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть сторон на джойстике управления зеркалами. Шесть сторон на внутренней ручке двери. Вентиляционные отверстия. Да, угадали, шесть сторон. Кнопка спорн. Да, шестиугольник. Красная штука вокруг кнопки старт-стоп. Шесть сторон. И серебряная штука вокруг красной штуки, вокруг кнопки старт-стоп, тоже шестисторонняя. Маленькие шестиугольники на пассажирской стороне торпеды. И задняя решетка состоит из маленьких шестиугольничков. Как и передняя решетка. Даже заглушка подушки безопасности шестиугольная. Даже отверстие в стойке для петли замка двери шестиугольное. А это отверстие для камеры заднего вида? Шестиугольное. Лючок бензобака сам круглый, но штука, на которую надо давить, шестиугольная. Давайте поговорим о переключении на заднюю. Вы не просто переключаетесь на заднюю, это же ламборгини. Переключение на заднюю должно быть крутым опытом, и он действительно такой. Это не просто кнопка, это целый рычаг. Вы тянете его на себя, как будто вы выстребители, хотите набрать высоту на скорости. Одна из моих любимых фишек в машине, это как вы ее заводите. Естественно, тут кнопка запуска. В Авинтадоре была небольшая крышка над кнопкой запуска, вы ее поднимаете и заводите, прямо как истребитель. Но люди, видимо, устали каждый раз поднимать эту крышку, чтобы завести свою ламборгини. Поэтому в Хуракане крышка с отверстием, поэтому ее не нужно поднимать, можете сразу же нажать кнопку старт через крышку. И если хотите, можете все равно ее поднять. Все для вашего удобства. Еще необычные органы управления поворотниками и дворниками. Здесь нет подрулевых рычагов, торчащих из рулевой колонки, чтобы вы не отбивали себе колени и чтобы они не мешали лепесткам. Вместо этого управление поворотниками, светом и дворниками все на руле. То есть, когда вы едете по дороге, вы можете включить поворотник или омыть стекло, не отрывая руки от руля. Это пригодится, если вы серьезный водитель на гоночном треке, который не хочет терять концентрацию. Раз уж вещь пошла о поворотниках, включение и выключение немного странное. Влево, вправо для левого и правого сигналов, но нужно нажать вперед для выключения. Посмотрите, как хорошо они выглядят, когда включены. Еще на руле находится кнопка спорт и кнопки, которые переключают некоторые элементы на приборной доске, такие как хронометр, текущее время и, мое любимое, максимальная скорость. Еще на руле находится кнопка для мигания дальним светом. Для самих фар есть отдельная панель с очень крутыми тумблерами, которые находятся позади руля. Эти тумблеры также есть и в центре машины. Среди них вы обнаружите переключатель стеклоподъемника, подъем передней оси, трекшн-контроль, парктроник и аварийку. Еще тут есть пустая кнопка, у которой нет никакой функции ни в одном Хуракане. Я сказал подъем передней оси? Все верно, нажмите кнопку и Хуракан поднимется, чтобы преодолевать низкие препятствия, которые вам могут встретиться. Нажмите кнопку в другую сторону, и Хуракан опустится обратно. Говоря о кнопках, внутри вы найдете несколько вещей, которые сделаны задом наперед, и переключатель стеклоподъемника, это одна из них. Нажмите его вверх, и окно опустится. Нажмите на себя, и окно поднимется. И это не единственная вещь в салоне, которая сделана задом наперед. Вы когда-нибудь видели солнцезащитный козырек, который открывается на вас? Я оставлю без комментариев то, что он размером приблизительно с пульта от телевизора. Что я заметил еще так, это то, что это одно из самых странных по форме окон, которые я видел. Машина клиновидная, и окно похоже на изогнутый прямоугольник. Вот было бы оно шестиугольное. Еще кое-что интересное, тут нет центрального тачскрина с навигатором или какими-то увеселителями. Вместо этого все на приборной панели, включая карту. Мы живем в дивном новом мире, далеко ушедшем от старых ламборгини, когда вы можете прокладывать маршрут на жидкокристаллической приборной панели, которая показывает, где вы находитесь в мире. И когда я говорю, что все находится на приборной панели, я действительно имею в виду все. Очевидно, тут карта, еще медиа, радио, настройки и моя любимая штука. Зайдите в настройки машины, тут крутая картинка Хуракана, можете выбрать разные настройки. Выберите обслуживание и... Смотрите, вот ваш ВИН-номер. Еще кое-что крутое, это небольшой центральный экран, который показывает приборы. Тоже делает еще и вот эта маленькая часть панели приборов. Но вы заметили кое-что? Тут по-итальянски написано, пресс-олио, темп-олио, батарея. И, вероятно, моя любимая на панели приборов, вместо фьюэл, написано бензина. Чтобы вы никогда не забывали, что вы за рулем итальянской машины. Спереди откройте капот, и вы обнаружите одни из самых крутых петель капота, которые я видел. Сначала они поднимают капот, а потом двигают его вперед, чтобы капот встал с минимальным зазором от крыла. Ну, теперь вы знаете все фишки Хуракана и его крутые особенности, что пригодится, если вам выпадет шанс такое угнать. Чтобы прочитать больше моих мыслей о фишках Хуракана, кликните на ссылку внизу, чтобы посетить мою колонку на автотрейдер.ком. Еще можете посетить мою колонку, чтобы узнать, что я думаю об опыте вождения. Потому что пришло время поездить на ней. Блин, переключение, вы можете слышать, переключается невероятно быстро. Ну, неудивительно, машины с двойным сцеплением, они все такие, но это просто здорово. Так быстро. В ту же секунду, как только думаешь, что можно переключиться, она может даже быстрее на самом деле. Вау, это потрясающе. Мы особо не разгоняемся, это почти потрясающе, насколько быстрое руление. Я имею в виду, это, наверное, самое быстрое руление, которое я чувствовал. С ума сойти! Такая быстрая, это непрерывная скорость из-за трансмиссии, как будто мы на электромобиле. Она просто набирает ход, и когда вы подобрались к следующей передаче, она просто еще набирает ход. Никакой задержки, никакого ожидания следующей передачи. Это было достаточно безумно. Чувствуется такая мощь. Я мог бы ехать в два раза быстрее, мне кажется. Эта способность менять направление настолько молниеносно, быстро для меня просто невероятна. Рулевая рейка настолько быстрее по сравнению с Ferrari 330, 360, Carrera GT, Ford GT, абсолютно на другом уровне. Трансмиссия быстрая, но не совсем плавная. Может, вам и спину сломать? Потрясающе, сколько у нее мощи на высоких передачах. То есть я знал, что это быстрая машина, но у меня даже в голове не укладывается. Но настоящее веселье начинается, когда подновалишь. Это безумный, безумный опыт. Безумный. Невероятно, насколько не меняется характеристика разгона. Она просто продолжает чувствоваться быстрее и быстрее, когда вы едете быстрее. Самое некрутое, я могу сказать сразу. Сзади меня Nissan 350Z, и он догоняет. И вот такая она, жидуха с ярко-оранжевой Ламборгини. Вам придется оправдывать фантазии окружающих. Это не похоже на старую итальянскую машину, где, знаете, стоите на красном, и она начинает греться. Стоим сейчас на красном, никакого грохота, ничего не шумит. Не чувствуется, что машина плохо собрана. Мы просто сидим здесь, все так, как оно должно быть. Как будто мы в какой-то немецкой машине, которой она, кстати, отчасти и является. Вот, а теперь пошли повороты. Я чувствую, что могу делать все, что угодно. Я себя чувствую сверхчеловеком в этой машине. Я реально чувствую, словно могу ехать куда угодно на ней. Это невероятно. Руление безумно быстрое. Конечно же, никакого крена. Конечно же, она хорошо управляется. Но что меня больше всего породило, это руление. Оно настолько быстрое. Это может быть самая юркая машина, которую я когда-либо видел. Даже несмотря на то, что это Ламборгини, я уже уверенно чувствую габариты этой машины. Я точно знаю, где перед, я в точности знаю, на что она способна. Это потрясающе, насколько быстро. То есть я езжу в ней всего лишь 20 минут. Это потрясающе, насколько быстро я к мне привык, и как быстро я почувствовал уверенность в том, что я могу делать, когда я еду в ней. Словно я стал машиной, и я точно знаю, где повороты и на что я способен. Вау. Вау. Но я еще не закончил с этим видео. С тех пор, как я поездил на Хуракане пару недель назад, я не могу прекратить о ней думать. Поэтому я составил новый рейтинг, он называется сюрпризы. Этот список не для машин, от которых вы ждете, что они будут замечательными, и они оказываются замечательными, как Carrera GT. Или ждешь, что она сумасшедшая, и она в итоге сумасшедшая, как Viper. Он для машин, на которых поездил, ожидая, что они хорошие, но выясняется, что они потрясающие. И вы бежите домой, залазите на автотрейдер и думаете, может я смогу позволить себе такую. Он для машин, на которых поездил, и не можешь перестать думать о них неделями. Так вот, в моем списке сейчас на первом месте BMW M1 серии. Это машина, которая меня удивила больше всего. Еще не делал по ней видео, обожаю эту машину. Ford GT. Думал, что это дурацкий Ford оказалось суперкар мирового уровня. Cayman GT4. Потрясающий сюрприз. Потрясающая машина. А теперь, после тщательного рассмотрения, к моему списку сюрпризов добавляется новое имя. И это... Huracan. Впереди всех остальных. И он настолько хорош. И настолько удивителен. И да, я считаю, что он стоит каждой копейки из 250 тысяч долларов. Ну вот, пожалуй, это все, что вы хотели узнать о Lamborghini Huracan. И хоть я не могу снимать кинематографические кадры с вертолета, летящего на трассе, я вам обещаю, когда вы в следующий раз увидите такую в Carson Coffee, вы будете считать шестиугольники. Перевод и озвучка от студии Exosfera.